Последний холодный аккорд. Зима в этом году ударила низкими температурами в конце февраля. Спасатели в режиме боевой готовности уже несколько дней. Регулярно делают смс-рассылку и предупреждают ивановцев о холодном циклоне. На трассе М7 между деревнями Кукарина и Крутого развернут мобильный пункт обогрева. Там автомобилисты могут попить горячего чая, зарядить телефоны и починить машину, если нужно. В режиме готовности и медики. В последние дни количество обратившихся с обморожениями увеличилось. В такие температуры получаса на улице без шапки или шарфа вполне хватит, чтобы переохладиться. В травмпункте 7-й горбольницы с начала сезона зафиксировали 12 обращений. Большинство пациентов помощь оказали амбулаторно. Двое из них мы госпитализировали в профильное хирургическое отделение, поскольку отморожения были третьей степени и потребовалась помощь в стационарных условиях. В основном это пациенты, которые были доставлены с улицы бригадами скорой медицинской помощи. Ну и не секрет, что это в основном люди без определенного места жительства. Единственные, кому в такие холода комфортно, это животные. В Ивановском зоопарке морозы стойко переносят даже теплолюбивые представители фауны. Поселили в теплые вольеры только водоплавающих птиц. У них ко льду примерзают лапы. Эта зима животных наших абсолютно не удивила, потому что температура все-таки не такая уж и низкая. Животные, как мы знаем, имеют особенность менять летнюю шкурку на зимнюю. У них очень густой подшерсток, поэтому морозы никак не сказались на их самочувствие. Единственная сложность только для нас, для работников, приходится кормить некоторых животных по два, по три раза в день, потому что, соответственно, еда замерзает, приходится ее заново греть и давать. Обычно в холода обезьян сотрудники зоопарка согревают кагором в профилактических целях, но только при минус 30. Людям же врачи так согреваться не рекомендуют ни при каких показателях термометра. Получится обратный эффект.